Так, МКС. Поймался. 4 октября 2020 год, Харьков. Ну, конечно, совсем плохенько. Уже на излёте. Слишком светло ещё. На западе его поймать было невозможно, его попросту не было видно. 27 тысяч километров в час мчит машинка. На высоте 400 километров. Вау! Какая красота! И аккуратно тополь попала, да? Ну, давай сместимся. Или всё уже. О! Ты смотри, до сих пор в тень не попал земли. Дымка, пожары в соседней, с Харьковом, Луганской области. С Харьковской области. Ну, 18-12 по Киеву. Ну, это уже, наверное, всё. Смотри, как бомба падает. Вау! Вау! Ну, что ж, будем знать. Даже при таком освещении вполне себе реально снять МКС. А, вон закат. Понятно, что на таком небе не видно было ничегошеньки. Так, Юпитера я пока тоже не вижу. Ну, через несколько минут снимем, подождём, пока стемнёт чуть больше. Будем пытаться в следующий раз, значит. Так, Харьков, 4 октября 2020 год. 18-19 по Киеву. Вон же он. Ёлки-палки. Как можно Юпитер не увидеть. МКС увидел, а Юпитер не увидел. Международная космическая станция. Так, сейчас я извиняюсь. Штатив немножко опущу, а то он у меня был очень завышен, чтобы гоняться за МКС. Сейчас чуть всё ниже поставим и будем целиться хорошо в Юпитер. Ну что ж, отлично. Будем знать. Поехали. Пока Юпитер целится и Сатурн появятся. Это что такое? Летает у нас. Что-то птицы сегодня разлетались. Луну я с утра снимал. Натуральной заметки орнитола, получается, а не наблюдения за небесными телами. Так, при таких настройках светочувствительности спутников мы, наверное, не увидим. А полосы вполне возможно. Сейчас я с резкостью... Ну, что поделаешь? Облачность, Настя. Да нет. В окуляр я вижу, да и на экранчике вижу. Справа от Юпитера спутник Европа. Над ним сразу гонимед. Чуть провериваешь. И красота. Ну и полосы на Юпитере. В окуляр мне видно. Экваториальный. Как раз он в горизонтальном положении сейчас. А где Калиста? Калиста должен быть немного правее. Хоть в окуляр я его разгляжу. Да, в окуляре я его вижу. Сейчас он в нижнем правом углу. Но на экране это вряд ли будет видно. Да. Чудесно. МКС при дневном свете зафиксировали. Ну и Юпитер я уже при дневном свете снимал. Так мало в дневном свете. Еще и облачность. Задымленность. И облачность. Ну, хорошо. Какие-то полосочки видны. Да, Бать. Видел, снял. Все отлично посмотришь. Видел, снял, посмотришь. Ну, ты просто, наверное, не в ту сторону смотрел. Его довольно хорошо было видно уже на западе, правда. То есть на западе, на востоке. Он на этом самом МКС, на там, где закат, на западе виден не был. Там слишком яркое небо. А, он уже, кстати. Я сейчас Юпитер снимаю, отец. Видишь Юпитер? На юге. А сейчас буду наводиться на Сатурн. Я параллельно записываю видео, Батя. Так что, комментарии. Посмотри на юг, там увидишь Юпитер. Ты бинокль взял и увидишь Сатурн. Давай пока, Батя. Так, а где? А, это же низкие настройки светочувствительности. Попробуй еще его обнаружь. Ему, может, не хватать просто света для того, чтобы Сатурн снять. Да, скорее всего, так и есть. К сожалению. Ну, хорошо. Давай, наверное, тогда уже. О, летучие мыши уже летают. Ты представляешь? Главное, глазами-то я вижу. Как раз над вот этим. Вот он, Сатурн. Окуляр вижу. Да, через полтора часа, кстати, МКС пролетит в одном угловом градусе от Сатурна. Так что, ну, милости прошу. Сатурн. Продолжение следует...